Сидит солнце над тобой, лучами нежными лаская, Любимый город наш родной, мы с днём рождения поздравляем! 23 сентября в Новозыпкове отметили День города. В 1701 году была образована Слобода Зыбкая. За три столетия здесь вырос город, став третьим по численности населения в Брянской области. Новозыпков сегодня – это крупный промышленный логистический культурный центр. Который трудится и на этих предприятиях – это люди, это жители города Новозыпково, которые весомый вклад вносят в развитие этих предприятий, в развитие нашего города, в развитие его будущего. Поэтому в этот день мне хочется поздравить жителей города Новозыпково с Днём города. Пожелать нашему городу всегда быть цветущим и процветающим. А каждой семье, которая живёт в нашем городе, счастья и благополучия. В День города на главной сцене объявили и наградили победителей традиционного конкурса «Лучший по профессии». Это звание получили 18 горожан – рабочие, врачи, учителя. А Новозыпковцу Валерию Лобковичу было присвоено звание почётного жителя города. Я учился в Питере, но несмотря на то, почему-то меня тянуло сюда. И вот 35 лет я уже возглавляю эту дорожную организацию. И я как-то прирос уже, у меня больше как-то маленькие города устраивают больше, чем большие. Как-то тут роднее всё, ближе. И вот приходилось много ездить тоже по служебным вопросам. Везде радушие, везде гостеприимство. Но на бытовом уровне такой теплоты я как в Новозыпке не делюсь. Поздравить с Днём города Новозыпковцев приехал заместитель губернатора Юрий Макренко. Сегодня очень многое делается руководителями муниципального образования города Новозыпков. Но при самой активной поддержке губернатора Александра Васильевича Богомаза в части выделения и денежных средств, и внимания развитию города Новозыпков и Новозыпковского района. И мы и дальше в своих программах будем предусматривать выделение дополнительных денежных средств на развитие социальной структуры. Что касается и детских садов, школ, дорог. Ещё один торжественный митинг провели в сквере Героев Отечества. Здесь был установлен бронзовый бюст герою СССР, уроженцу Новозыпковского района, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Сушанову. На открытие памятника из Бреста приехала его внучка. Героя он получил за форсирование Днепра. Он был тяжело ранен подлоев в деревне. Он был тяжело ранен. И героя Советского Союза ему, между прочим, присвоили посмертно. А потом он оказался жив. Его выходили в Пинском районе, в Брестской области. И выходили уже его партизаны. И остался он партизанить уже до конца войны в Брестской области. Также горожан и гостей Новозыпкова ждала большая развлекательная программа у фонтана с участием творческих коллективов и юных артистов из школ искусств. Александра Седачева, Андрей Мазунин. События Новозыпков.